Все наши исследования показали нефтепродукты. Здесь редко можно увидеть уток, рыбу ловить перестали, вокруг водоема неприятный запах. А раньше Глазынинский пруд был излюбленным местом отдыха для жителей 8 и 9 микрорайонов Одинцова. Причина – сброс химических и нефтяных отходов в реку Самаренко. У нас вот рычаг течет откуда-то с Губкина. Грязь постоянно, настолько вонь, что здесь пройти невозможно. Прям вот и пена, и запах, прям чувствуется химия. В пруду и утки у нас погибают, и рыбки, и постоянно каждый год видно то, что масляное пятно. Это не пыльца, как говорится, с дерева, а именно масло или что-то, химия какая-то. В последнее время, я не знаю, с чем это связано, со строительством новых моек, заправок, происходит сброс нефтепродуктов в наш пруд. То есть в реку Самаренко, по которой все стекает сюда. Это просто, не знаю, как это назвать, невероятно. Загрязняем свою же природу. Вот мы здесь живем. Для исправления ситуации в августе на пруду были установлены сорбирующие боны. Около 200 погонных метров защитного материала впитывают выбросы и не дают им распространяться по воде. За этой экологической обстановкой Глазынинского водоема регулярно наблюдают экологи. Применяются все возможные меры для его очистки, заверил глава округа. С августа в водоем было засыпано 2 тонны торфяного сорбента. В южной промзоне мы запечатали 23 канализационных люка. Все потенциальные точки, куда могут сливать химию. Что касается тех людей, которые слили жидкость в коллектор, то мы их обязательно вычислим. Результаты проб мы отправили во все надзорные органы. В Росприводнадзор, в полицию, в МЧС, в Министерство экологии Московской области. И сейчас они проводят проверку, которая поможет вычислить виновных загрязнений пруда. Выявить источник загрязнения и привлечь к ответственности нарушителей необходимо как можно скорее. Такова принципиальная позиция главы округа Андрея Иванова. Задача каждого жителя – относиться ответственно к природе родного края. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова»